Мы возвращаемся, и самое время поднять щиты за безлимит. Болейте за своих самых любимых, с самым быстрым мобильным интернетом от Мегафон. И у нас, наконец-таки, прошла жеребьевка. К сожалению, в ESL решили, что стоит это делать за кадром. И мы, соответственно, просто подведем итоги того, что все-таки произошло. Сейчас, опять же, вы можете зайти на ХЛТВ, прочекать все матчи, потому что, ну, у нас еще и правильные трансляции идут на канале КСРУХАП-2. Ну, а здесь мы будем смотреть Вегу Спирит. Но перед тем, как мы будем ее обсуждать, соответственно, во второй половине дня сегодняшнего, мы будем, точнее, мы поговорим о Виталии и Грейхаун, которые будут играться не здесь. Как вам эта пара, и что здесь можно ожидать? Не знаю от Грейхаунда, что можно ожидать. От Виталии, скорее всего, наверное, реабилитация за сегодняшний первый матч. Ну, потому что так отлететь от команды, от которой не ждут больших свершений, это очень сильно. Это очень сильно со знаком минус, конечно же, для Франции. Ну, Джонка говорил, что они на 99% понимали, что будет происходить, да, и, соответственно, какую карту они будут играть, они готовились и там подобное. Это, конечно, не оправдывается. Вообще никак. Вообще никак. Поэтому здесь команда Виталии должна... Тем более соперник, ну, как там сказал АЗР, топ-2, получается, команда Грейхаунда у нас, а топ-1 это у нас Ренегейт. Ну, в смысле, вон, правда, сейчас разница нереальна между топ-1 и топ-2. Да, то есть, ну, здесь прям такое. Ну, вообще, Виталии, я думаю, что выиграют, на самом деле, без особых проблем, если честно. Все, опять от карты будет зависеть. Посмотрим, да. Возможно, ты даже будешь прав, но я что-то так не думаю. Серьезно? Грейхаунды, по-твоему, могут быть сильнее? Нет, сильнее не будут, но напрягут они. Напрягут, хорошо. Что касается тестовики Сквадрон против Тинус Спирит, мы уже предполагали на предыдущей аналитике о том, что может случиться как раз-таки вот это, да, а именно то, что у нас две СНГ-команды будут сражаться в сетке лозеров, это означает то, что одна из них у нас попадет в 0-2, что означает автоматически, что они всего лишь в одном шаге от того, чтобы вылететь с этих квалификаций и не попасть на мейн-часть, так называемую New Legions. И это будет либо Вега, либо Тинус Спирит. Кто же к этому ближе? Кто же ближе к провалу? Знаешь, сложно сказать немного, потому что мы не видели игру Веги. То есть, может, там упор на счет 16-13, это была карта ДКэш, и соперник вроде не из легких, G2, но при этом... Смею тебя поправить, 16-14. Да, да, там вот мы с тобой смотрели финальный раунд как раз. Ну да, 15-13 был просто, я думал, не закончить на этом. Взяли еще раунд. И сложно сказать, какая из команд сильнее, да? Допустим, я в Стрел Спиритов на карте Денюк, они очень, ну реально, команда готова. У них хорошие тактические заготовки. И, ну, в принципе, им не хватало чуть-чуть. Им не хватало вот этих клатч, которые они проигрывали один в один на карте Денюк, два в два, и у них соперник, в принципе, хороший был. Энсы довольно-таки серьезные. Ну, я бы брал вот из того, что я увидел, я бы взял игру Спиритов как фаворитов и вставил бы на них. А я соглашусь, и не только опираясь на последние их матчи, а скорее даже опираясь на то, что Спириты играли очень активно последнее время на сцене, постоянно были на виду. Это вроде как и плюс, то, что у тебя была постоянная практика. Ты и на Майнере играл, и в другие турниры принимал участие в них. Но вот Веги мы абсолютно вообще практически не видели. Да, вот только сейчас, наконец-таки, спустя там два месяца их видим. Но чего ожидать? Вроде, с другой стороны, Вега может подготовиться идеально под команд Team Spirit и выбрать удобно для себя Мапулу. Я думаю, ребята прекрасно понимают, какую карту они будут играть против команды Team Spirit. А вот Team Spirit вроде как была игровая практика, и постоянно вроде как в фокусе, в ракурсном камере и так далее, готовы, с одной стороны, к этим матчам. Но вот не знаю, вот СНГ, КС, он настолько непредсказуемый, что вот прям на 100% утверждать сейчас, кто лучше будет, там, Спирит или же те же Вега, я, честно говоря, буду не взял. СНГ очень легко решить только один матч, да? Это Винстрайк против Натик. Сегодня Винстрайки вполне вероятно, опять же, да, с достаточно большим шансом, могут у нас получить 0-2. То есть им придется для этого обыгрывать, для того, чтобы остаться на плаву, да, играть 1-1, им придется обыгрывать команду ФНАТИ, которая является фаворитом вообще для абсолютного большинства людей, кто поставил таким челлендж 3-0. Это, скорее всего, вполне вероятно, вы, друзья. Вот. И этот матч будет у нас вторым в Best of 1, но не на нашем стриме на CS Row Hub 2, а на нашем будет Fury против AvanGard, что тоже будет очень интересно. Так что, по факту, сетка и вообще этот стрим, да, главный у нас будет очень-очень насыщенным. Максимум СНГ просто. СНГ, да. Много-много СНГ. Все команды, которые присутствуют, мы посмотрим. Нет, Винстрайков мы сегодня дважды не смотрим. Это единственная команда из СНГ, которую мы не смотрим. А все остальные дважды смотрим. Ну, это сейчас Spirit'ов и Авангаров дважды смотрим. В окончании дня у нас будет Cloud9 Тайлу на этом стриме и NIP против Renegades. Соответственно, будет на что понаблюдать. Я думаю, кстати, вот NIP Renegades будет, наверное, заключительной и жесткой картой, которая не будет типа там 16-2, 3, вот там будет что-то уже намного более серьезное. То есть типа 16-10, 16-11. Ну, не знаю. Тоже от карты зависит, мне кажется. Здесь может быть 16-2, но... Renegades, конечно, показали, что не умеют играть. Сделали заявку, обыграли команду, но... Ну, что-то мне не верится все равно. Да, это был трейн, они классно сыграли, обыграли Авангар, но мы помним, какие Авангар давали раунды, как они играли, как они проигрывали клатч вообще все, и что делал там. Ну, то есть мы не видели Джейма. В конце команды вообще последние три раунда защиту растерялась. Вместо того, чтобы взять любой из этих раундов и начать тащить, и заканчивать корцую сторону, растерялся на вапера, не знал, как позиционно хорошо отыграть. Вот, спасибо нам большое за визуальное представление того, что мы увидим на этом стриме. Надеюсь, что есть также еще визуальное представление того, что мы увидим на параллельном. Так вот, им спирит игр с патроном сейчас. Вангар, Фьюрия, соответственно, на втором. Best of 1, Cloud9, Тайлу на третьем. И NIP Renegades будет играть четвертыми примерно в 0.0.20 по московскому времени. Поэтому запасайтесь кофейком, чайком, естественно, сладостями и тому подобным. Ну, а кому нельзя сладостями на ночь, соответственно, приготовьте морковки. Достаточно хороший стимулирующий эффект она имеет. Что касается, соответственно, сейчас, матч просто не начинается по той причине, что только-только произошел сид, и после жеребьевки командам надо настроиться, командам надо посидеть, там все, соответственно, подрубить до конца. SSD-шки им настроили еще вчера. Рассказывал, кстати, Джонту о том, что они сидят в каких-то больших палатках, шатрах, точнее. Где не очень тепло. Где не очень тепло. А вообще, какие максимально качественные условия ты видел на чемпионатах Литвов? Слушай, я был там же, в этом же месте, я просто посмотрел фотографии Джонты, все происходит в том же здании, но при этом они сделали какую-то эту палатку, пристройку, потому что на тот момент, когда я участвовал в закрытых квалах, было поменьше команд сейчас. Из-за того, что еще третье место, ну, получается, турнир длился дольше, но было тогда отдельно. Не было сразу, что оп, ты доиграл, и сразу же играется мейнстейдж, плей-офф, все остальное. Ты доигрывал, если ты попадал, ты через там две недели приезжал, ехал уже на остальное, ивент и все остальное. Сейчас происходит все очень круто, то, что тебе не надо по сто раз ездить туда-обратно. Поэтому они пытаются укоротить и сделали пристройку. По поводу того, что ты имеешь самый комфорт, комфортный ли это. Какие самые комфортные условия у тебя были вообще, и вот конкретно в этом случае? Слушай, я с тобой работал на первом эпицентре, мне кажется, круче ничего не было. Да и по поводу лоты, да, это было очень круто. Да, когда, помнишь, как тогда Virtus.pro еще своим старым составом пришли только из бани, ну, они там сходили в сауну, попарились, заходят такие, покушали, и говорят, нет, у нас тренировочка, мы пошли так же в халатик, как ушли. Ну, короче, вот это были, в общем, максимум удобства для команд, чтобы, я не знаю, ну, что еще должно быть, чтобы ты показывал результат. Мне кажется, иногда даже это мешает команде. Ну, слишком расслабленно. Слишком перебор, да. Ну, кстати, тогда VP, по-моему, они вообще-то на второе место взяли на эпицентре. Да. Они отлетели от Dignitas в финале. Да, да, да. Это я точно помню. И там, на самом деле, финал был не самым интересным, зато вот полуфинал с Na'Vi против Dignitas, я помню отчетливо, потому что это было очень-очень интересно комментировать прямо из зала, и тогда Na'Vi сами себе пикнули нюк, и сами же его прииграли, по факту сами себе выбрали самую сложную свою карту, там, неудобную против Dignitas. Но это все было до этого. Кстати, по поводу, опять же, того, когда участвовал у нас Анатолий, вполне вероятно, вы просто не помните, это был ESL 2016 года, и, да, это было давно, и он играл в Fluffy Gangsters. Если, опять же, перечисли, из неймов там, вот тех, которых сейчас участвуют, это Chopper, я точно помню, что он был с тобой вместе. И все. И все, да? То есть, был он в закрытых квалах Немига, где был Робо, который также все равно играл. Сайберфокус, по-моему? А, ну все. Нет, все, больше нет игроков. Которые тогда с тобой были, да? Из того состава, да. Еще был Роман, он тоже играл в Немиге, но сейчас на замене сидит. И Эль Патрон. Но он вообще не играет на прост-сцене, там поигрывает за кого-то, я не в теме. А что с ним случилось, ты не в курсе? Ну, не знаю, он просто не играет в топовой команде. Крутой никнейм был просто. Мне всегда нравилось реализировать этого парня. Жалко, что и у вас, в принципе, не так долго получилось зацепиться. Хотя у вас там финалочка была, да, какая-то, но, в смысле, были близко к тому, чтобы что-то сделать. Да, да. Да, конечно. У нас вообще было... Да, конечно. Допы, смоуспорт, соптик замес, еле-еле проиграли. Ну, короче, классно было. Ностальжи. Много воды утекло. Вот теперь ты в студии аналитики сидишь, радуешься просмотру того, что у нас творится на мейн-квалификациях, ну, или на Нилыджин стадии. А какие вообще пока upside-down для себя, кроме того, что из тех матчей, которые мы увидели? Ну, или не увидели, из тех, что сошли на параллели? Ну, слушай, я так прям сразу тебе даже не скажу. Где снапный вопрос? Та-та-та-та. Ну, не знаю. То есть, я думал, что, во-первых, в инстрайке как-то поборется побольше с Energy. Надеялся. Скорее надеялся. Чем ждал. Потому что, ну, объективно, да, команда Energy, многие ставили ее вообще в 3-0. Ты, по-моему, в том числе, да, если не ошибаюсь? Кого? Energy. Energy, да. На 3-0. Ну, а что? Ты кого ставил на 3-0? Energy. Ну, я поставил Energy. Ну, не знаю. То есть, как мне кажется, Energy вам, ну, честно, это вы можете меня там ругать, немного переоценена все-таки. Чуть-чуть переоценена. Не настолько, что прям 3-0. Это мое субъективное мнение. То есть, ну, они хороши, бесспорно. Они дальше должны отлетать. Да, да, да. Я вот прямо жду уже следующей стадии, но следующей стадии еще очень далеко. Это ты крепко, конечно. Да. А где они будут играть? А, пока что еще нигде не будут играть. Ну, я имею в виду, из раундов, которые сейчас я вижу, у Energy еще... А, у Energy... Да, нет пары. Подожди. Все еще видны. Да, что? Почему не видно пары? Не видна? Не может быть. Уже всем дали свои пары. Я просто сейчас вот... А, Energy Vichy будут у нас играть. Ну, да, и того, легчайшая победка, что? А сейчас, погоди, еще Vichy 3-0! Да, не-не-не, но мы-то знаем, что Energy это не Fnatic, come on. Energy серьезный коллектив. Они типа такие... Такие нет... Ну, у них просто чуть-чуть другой стиль игры. В Natic неудобно играть против азиатских команд было, потому что азиатые... Ну, согласись, все равно странно играют. Даже сейчас вот они поднялись по уровню. И ты смотришь, я вот сегодня смотрел Overpass, когда они втроем выползают на монстр, просто смотрят вниз и выползают, без единой гранаты, без единой флешки. Потом оп-таки и встали втроем одновременно. Кримс такой, как? Что такое? Откуда вы здесь вообще, ребята? Почему здесь разводы? Они берут за секунд раунд. Ну, это, конечно, это неадекватно. Просто это непривычно видеть. Такого ты не видишь вообще, в принципе, в Европе. А у тебя азиаты приезжают? Упа! Увидели. Димана увидели. Да, Славушка. Я пока у нас... Мы ожидаем, соответственно, того, что команда подключится и распикует карты, которые совсем-совсем скоро появятся. Я уже вижу, что это все начинается. Прямо наши дизайнеры все делают. Что касается, соответственно, вот этой клавиатуры, напомню то, что Фрагстор и Рухаб разыгрывают по вот этим хэштегам как раз-таки, да. Э? О, нормально. Так вот, соответственно, по вот этим хэштегам разыгрываем клавиатуру Logitech G413. Вы спросите меня, что надо сделать. А именно надо в социальной сети ВКонтакте запостить фоточку того, как вы смотрите мейджор, и написать эти два хэштега. В общем, в целом, очень просто. Лучшие фотографии мы в конце вечера отберем и будем выбирать вместе с нашими коллегами из аналитики. Так что все зависит от вкуса Анатолия и Громшки. Возможно, даже моего. Кто знает, кто знает. Может быть, я буду решающим парнем. У вас там разделится мнение, все дела. И, соответственно, помимо этого всего мы запустили сейчас голосование в Твиче, в Твич-чате. Поэтому участвуйте по поводу, соответственно, Team Spirit и Vegas Squadron. Посмотрим, будете ли вы правы. В предыдущий раз, кстати, на Нипов у нас было 82%. Да-да-да. Против 18%. 22% против... По-моему, 82%. Нет, 22-78%. 22-78%. Да, 22-78%. Соответственно, те 78%, что голосовали за Нипов, были правы. Сейчас посмотрим, за кого здесь разделится мнение. Потому что, мне кажется, с точки зрения медийки и какой-то популярности, VEGA попопулярнее будет. Но вот в Dota это определенно 100%. В KS, соответственно, немного другая ситуация. Вега дважды победитель Майнера. И после того, как они выигрывали Майнера, они попадали уже в легенду. Spirit еще не попадали. Не в легенду, а в топ-16. И они очень большой славу завоевали, когда после этого они ездили на турнир в Китай, там проходили на 30 или на 50 тысяч долларов, и они его выиграли. На следующий год они ездили, тоже пытались чтить титул, но, по-моему, там какая-то из сильных команд, то ли Fnatic ездили, но не смогли с ними поворотиться, уже заняли второе место. Но, в общем, этот турнир проводился в момент, когда не было крупных турниров, и все смотрели. И, естественно, VEGA Squadron поднялась очень сильно по медийке за счет этого. То есть ты прям помнишь момент, как полетели лайки, подписовки, или это все? Ну, у них состав игроков такой интересный. Но при этом, опять же, и большой минус, то, что они не так часто играют. То есть мы не видим... А почему так получается, Амиду? Я даже не вижу, чтобы они на квала пытались проходить. Это индивидуальный подход каждой команды. А, то есть они просто-напросто отбирают турниры? А, я скажу, что намного проще подготовиться, когда ты не играешь все вот эти официалки, не отвлекаешься. То есть, допустим, потренироваться пять праков в день, а потом сыграть официалку, это неправильно. То есть ты можешь, допустим, проиграть пять праков. Ты на праке можешь пройти любая ситуация. Каким депрессионалом ни был, ты можешь поссориться с тиммейтом. А у тебя вечером официалка. Вы приходите в не очень настроении. Начинаете играть официалку, потом, пока все это разойдется, уже проигрываете. Так что, поэтому лучше... Вот мы приходим за пару часов, а им потренировали, кто как хочет фейсить себе поиграл сам с собой, или что угодно. И потом уже начинаете играть игру, сыграли, и все, и разошлись. То есть тоже после официальной игры, там ты сыграл полноценное Бестов 3, не хочется как-то сидеть тренироваться. Поэтому все берут перерыв 2-3 месяца и тренировки. Карта Мираж у нас будет КТ-сайт, соответственно, Team Spirit будет в начале. Ваши предикты по-быстрому. Надеюсь, что предикты чата тоже появятся. Я не знаю, честно. Мираж немного меня... Мираж тебя... Да. Тут реально 50-50. 50-50. Ну, все равно тебе придется это сделать. Spirit. Spirit и... Давай, давай. Я забираю тебя снова. Spirit и ты должен забрать. Я не видел просто счет, точнее, статистику предыдущей карты TheCash, как сыграл Леня. Это очень важно. Если Чоппер на TheCash сыграл топ-фрагер был на первом месте, то Vega выиграет. Да, Vega выиграет. Да. Но эту статистику надо будет посмотреть. И сейчас мы ждем... Да, это 37, у Spirit и 63 из нашего твич-голосования. Друзья, спасибо за ваши голоса. Посмотрим, правы ли вы. Потому что у нас мнения разделились. Отправляемся к нашим комментаторам. Добрый вечер, друзья. Для вас новая пара комментаторов. Пчела и Миндгат. И, конечно же, пара из СНГ. Это Vega Squadron. У нас борьба акул против драконов. Мне кажется, это то же самое, что кто победит, Рэмбо или Сталлоне. Вообще-то... Хотя это одни эти жалюзи. В принципе, не знаю, что все нормально. Ката на Мираж. Team Spirit и Vega Squadron. Как уже сказали наши аналитики, Spirit и в защите. Ну и как ты думаешь сам? Кто победит? Сложно. Сложно. Но в драконов я верю почему-то побольше. Но в любом случае, это только лишь мои предикшены. Еще раз всем большой-большой привет. Посмотрим, кто окажется сильнее. Пока снова, знаешь, как будто бы мы оказались на CIS-майнере. Да-да-да. Это не мейджор. Как будто бы CIS-майнер. Ребята снова играют против друг друга. Но тут уже у нас заход. А базу здесь уже. Колди отлетает. JR делает минус. Минута 20. Бомба устанавливается именно на этом тайминге. SDY будет смотреть выход. Если, соответственно, этот выход будет с того самого окна, с джангла. JR. Но попытка должна быть, конечно, от Spirit. Есть смог. Дефьюз киты. Пока смог кидается на бомбу. Но и возможность есть. Ну, практически потеряно для команды Team Spirit на это выбивание. В маке находился игрок защиты. Уже дефьюзил бомбу. Но слишком много глаков. Смотрел его направление. Первый раунд уходит команде Vega Squadron. И, честно говоря, мы с тобой так смотрели, что же будет все же у нас за карта. И удивились тому, что это будет Дом Мираж. И если у Spirit F11 карта 100% не винрейт, то у команды Vega Squadron две карты. И обе они проиграли. Притом французским командам разным. Но в этом году они играли. Проиграли 3.16 команде 3D Max. Если ничего не путаю. Понимаешь, что самое интересное? Когда команда вычеркивает последнее, и она выбирает карту, на которой у них винрейт 0, и сыграно всего две карты, то я думаю, что там есть какая-то заготовочка. Но тут уже стычка на миду Колди. Делает минус похудше. Чоппер забирает издевай. Колди даблкил от него. Чоппер также делает даблкил. Ситуация по разменам 2 в 2. Пока еще ничего не ясно. Но 3 USPS остается у коллектива. Team Spirit против двух маков. Вот сейчас, конечно, уже FJR будет тут фармить. Забирает первого. Тут нужно еще выключать одного. Пока не замечает этого парня. Да, в кост просто там сейвится. А вот сейчас уже замечает. И все-таки перестреливает и этого парня. Софтик остается в одиночестве против трех игроков коллектива Vega Squadron. И ШР также его выключает. Минус 3 от этого парня. Нафармил денежек. 5-0 счет у него. Пока неплохо. И, кстати говоря, есть у меня некоторые сомнения по поводу одного из игроков команды Vega Squadron. Это Тони Блэк, который очень и очень плохо отыграл против команды G2. То есть вся команда была очень даже на подъеме. Счет на ДКШ у них был 14-16. Но вот у Тони Блэк было то ли 8 фрагов, то ли 10. И он слишком сильно был позади всех игроков на той карте. Но, возможно, сейчас 5... Нет, 4 ауга. 4 ауга. Но это Team Spirit. И новая мета, которая сейчас нам принесла много подарков и диаугов. Вот я все жду, когда СГшки будут браться в обратном направлении. И попытка от Fuji пробраться дальше. Получает от Димы хэджшот. Но задержался, конечно, в этой позиции со своим МАК-10. И против Эмак и пауга это... Ну, наказали. Наказали там его за такую наглость. Да. Только у него оставался фармган. JR снова в ударе. Снова ликвидирует Диму. Правда, остается 24% здоровья у этого парня. Сдюй будет принимать пуск в окно, если таковой будет иметься на этой позиции. Уже купил, кстати говоря, ту самую наклеечку. Да. Да, Санда Янг. Команды Биг. Да. И продолжение. Да. Там еще, по-моему, своя наклеечка еще появилась. В общем, юмор любит этот парень. Я думаю, многие уже купили сочетание этих наклеек. И, конечно же, они имеют место быть на наших пушках. Можно вместо Биг Ликвид прикрепить. Да. И, кстати, знаешь, что я сказал? Хорошо, что Литтл не прошел на этот мейджор, потому что если бы Литтл прошел, то наклейка с Дикстейсом считалась бы не очень хорошо. Ну да ладно. Литтл уже у нас в аналитике, так что мы его не увидим так точно. 4 в 4 ситуация. 40 секунд остается у коллектива атаки для того, чтобы все-таки выбрать уже плент, на который они будут заходить и устанавливать бомбу, либо же просто переслезать своего оппонента. Ну смотри, есть флешки, есть молотовые. Пошли раскидки, молотов в Ниндзя, должен Довко здесь каким-то образом спасаться. Его, конечно же, должно быть слышно. Краша стреливает Довко, остается в ситуации 4 в 3 в большинстве в Вега, хотя оказалось, что Team Spirit закрывает позиции. Тони Блэк находит фраг по сотвику, уже 2 в 2 прошивает еще и Чопера, но коллектив Team Spirit имеет меньшинство. А теперь уже есть фраг по крашу, а там биты и Чопера, и Джеру, которых меньше полотенка и ХП. Нужно бежать Джеру в 2-4 ХП, но успевает спастись и становится, в принципе, с дефолтом. Можно попробовать смок на бомбу. И еще раз попытка Чопера, и 2 фрага от Колди в отмену. Можно попробовать еще Колди. Патрушки заканчиваются, можно бежать. Дефьюз китов я пока у Колди не вижу, но можно попробовать найти их где-то в смоку. Колди дает фейк. Тут уже не успевает делать минус. Нет, по-моему, не успел. Нет, надо бежать. Убегает, но найс страйк, как говорится, для Колди, поскольку сделал минус 4 в этом раунде, но вот тиммейтов немножечко не хватило. И Вегас Квадрон забирает очередной раунд в свою копилку на карте Демираж за атаку. И вот такой вот у нас пикемпредикшн. 76% против 24. Ну, довольно стильный перевес. Хотя от букмекеров у нас были более-менее равные ситуации. И да, у нас, наверное, в студии были все за коллектив Team Spirit. Но как-то мне кажется, что здесь реально будет заруба, которая, ну, наверное, не оставит никого равнодушным. Тем более для СНГ-сегмента. Так что это интересно. Что вообще Вега покажет? Сможет ли она проявить себя не только в атаке, вот как на этих трех раундах, и, возможно, в четвертом, который сейчас, возможно, тоже упадет, но и в защите. Ведь Team Spirit очень грозный оппонент на этой карте, и они там побеждали всех подряд. Опять же, мы это знаем по статистике. За 11 карт у них все очень хорошо. Но всего лишь один наук у Team Spirit. Флешка смог без депутатов снова, но Колди нашел краша, посмотрел наверх и снял оппонента еще и имеет шанс кому-то подарить девайс. Нет, снимает давкоста. Теперь уже нужно каким-то образом двигаться. Колди, вроде бы какой-то обманный маневр, прыгает из-за окошка, но это был ошибочный вариант. Хотя, если бы там был только один игрок к атаке, вполне возможно, что Джер бы не смог отреагировать на строк или демейт. Да, вот софтик неплох, кстати говоря. Чоппер уже забирает. Есть Калашников. Дима отлетает у нас на позиции шарта. Софтик. Софтик делает минус по Тони Блэку. СДУАЙ все-таки дожимает у нас хуже. Остается только лишь Джер. У него на руках снайперская винтовка и 50 секунд времени в этом раунде, поэтому, в принципе, можно попытаться и затащить этот раунд, поскольку... А нет, с экономической составляющей там тоже все не очень хорошо. Да, выиграли три, но практически всех игроков практически в каждом раунде... Так они в прошлом раунде всех потеряли. Да, все потеряли в предыдущем. Там оставалось иногда у них два игрока, три игрока, но это для экономической составляющей не очень хорошо, поэтому акулы сейчас претерпевают некой трудности. Джер идет чекать апарты. Он не заметит оппонента в условиях этой позиции, потому что сам Дайанг находится очень глубоко, хотя сейчас можно попробовать. Сам Дайанг ждет, и здесь же хэдшот. Вот СДУАЙ, первый раунд для Тима Спирит, при том, что только с одним АУГом справились. Да, там и Чешка неплохо отцовка поработала, и подобранный девайс сработал так же. Ну и, конечно, позиция. И по таймингу понимал сам Дайанг, что оппонент уже может идти чекать апарты, потому что бомбу не ставит, потому что не шумел. И какая-то чуечка сработала у игрока защиты. И вот он, первый раунд, совершенно неожиданный для защиты. И для нас в целом думали, что 4-0. Потом вот эти же девайсики можно попробовать. Но вот они, подарки. И вот у нас СНГ Дерби, а также Форус Байл, Смолнивегис Квадрон, которые сейчас в случае проигрыша могут уже вывести оппонента на паритет по счету. Это уже 3-3, а там, знаете ли, Тим Спирит... А вот дракон или акул? Кто вообще акул? Акула? Слушай, ну драконы просто могут прилететь, выхватить акулу и улететь. Подожди, а смотри, какой дракон. Если это дракон воздуха или если это дракон воды, там тоже всякое разное бывает. Потому что Огнен, если упадет в водичку, ему все. Я читал, я знаю. Впишите, какой вы дракон сегодня. В любом случае, пока у нас только лишь 3-2 армора. Один первый, и у Джейара вообще ничего. Но есть Дигуи, выход под А-пазу. И здесь уже у нас, кстати говоря, Худжита прошел и идет, но Довкост его останавливает точным выстрелом в его тело. Чоппер минус SDY. Колди также отвечает выстрелом в голову по Джейару. И ситуация 4-2. Чоппер и Краш вдвоем. И попытка форса не приводит абсолютно ни к чему, поскольку Краш остается в одиночестве, будет заходить через коннектор. Тут уже Колди его встречает. И даже зум ему не нужен, просто забирает последнего игрока коллектива атаки. 2-3, 5 раундов позади. Там у Колди уже неплохо набарабанил себя по фрагам. 11 на 3 статистика. И да, там один из раундов это был на пистолетно, по-моему. 4 наколотил. Сейчас тоже четверочку. До этого тройку. Но там был экономический. И еще один экономический. Либо такой полуфорсбай до 2000. Поэтому тут, знаете ли, Колди сейчас, если продолжит в таком темпе, то это может быть даже какой-то рекорд интересный по фрагам. Но это всего лишь 5 раундов, которые прошли. Ну так качели с тобой более-менее. Но теперь у Веги Сквадрон полный экономический. Будем ждать от них девайсных раундов. Но в Веги нужно выбивать девайсы из коллектива Team Spirit. Так как мы уже видим по 6500 у Team Spirit. Это может быть очень неприятным моментом для Веги. Но пока все неплохо складывается у Team Spirit. Проблема там, если кто-то не смотрит нашу вторую трансляцию, где у нас стараются они, Шарты и Зекреки соответственно, то там счет 3-0. Грейхаунд пока выигрывает своего оппонента. Коллектив Виталити на карте Денюк. Грейхаунд начинает у нас за сторону защиты. А здесь уже два минуса стороны Team Spirit. Чоппер тут еще может загореть. Ну нет, все-таки убегается. МХП остается у него. Колди делает минус похудже. Ситуация 5 в 2. Минута остается у Акул для того, чтобы может хотя бы хоть кого-то здесь убить. Вот, например, Давкоста. Но понятное дело, что сделать это будет очень и очень сложно. СДУАЙ находит минус по Чопперу. Остается только лишь один JR, которого позиция также известна. И СДУАЙ с USPS забирает его точным выстрелом в голову. 3-3. Сравнялись. Драконы все-таки прилетели домой. И сейчас чувствуют себя здесь неплохо. Набирают раунды. Экономическая составляющая также не проседает. Только, может быть, у некоторых игроков. Да и то у всех деньги есть. Так что Веги нужно вот сейчас брать снова. Потому что если и сейчас отдают, то проблемы по экономике у Акул будут очень большие. Да, но стоит также напомнить, что ни одна из команд, ни Team Spirit, ни Vegas Squadron не были заявлены как лучшие 8 команд по мнению самих же команд. То есть они находились где-то 10-12 место плюс-минус. Только в ангар просчитывали на то, чтобы выйти на топ-8. А я Team Spirit поставил. На то, что выйдут? Да, 7 команд. А ты любишь рисковать? Да, рисковать и люблю наших ребят с СНГ. Потому что надо за них топить. Ребята на мажоре, да. Очень приятно видеть казахстанскую команду «Авангар». Это вообще сенсация. Да, ну, казахстанский КС, понятное дело, в те времена 1.6, К-23. Ух, как это было. Это было очень здорово и классно. И вот сейчас «Авангар». Да, начало не очень удачное. Но в любом случае будем ждать от этих ребят тоже побед и отличного красивого Counter-Strike. Пока у нас СНГ дерби продолжается. И пока только лишь 6 раундов. Позади карта «Де Мираж». И это игра проигравших коллективов, которые свои первые матчи, к сожалению, уступили. Ну, это были логичные. Но давай вернемся к этому раунду. У нас минута времени прошла. Забрали одного лишь Санда Янга. Он подставился в мидле. Там же и Чоппер тоже отхватывает от Суатвика, который находился на бусте в зигзаге. Но и тем временем «Вега-Сквадрон» начинает постепенно проходить к Б-пленту. И если сейчас «Джер» проберется против Суатвика, может получиться очень интересно. Как мы видим, не торопятся ребята из «Вега-Сквадрон». И что самое для них противное, они выходят по одному, уже теряя и Краша, и Чоппера. Худжи ждет возможного поджима апартов. Хотя 30 секунд, кто что-то пойдет, интересно мне. Очень. Худжи пробирается в смену своим оппонентом. И, кстати говоря, может даже дойти до нужных параметров. И если сейчас Худжи стартанет, он может найти Джера. Нет, Джера находит Сотвик. И дальше может забежать. А там же из Б-апарта выходит Худжи. Нет, не выходит. Пытается выйти дальше. Сотвик погибает. И с 18 хп Худжи будет в перестрелке против Димы Барши. Урод, а Дима-то наказала Тони Блэйка. 7 хп всего лишь остается у Худжи. Это четвертый раунд для Team Spirit. И казалось, что вроде бы уже все. А Team Spirit должны этот раунд забирать. Но вегата погрызли драконов маленечко. Но все равно это четвертый подряд для Team Spirit. Там денег уже у драконов. Может, я не знаю. А ты знаешь, что самый дракон из фильма Хоббит, который охранял, помнишь, Королевство? Да, да, да. Вот он на золоте прямо сидел. Это вот тот самый дракон. Сейчас коллектива Team Spirit. Greyhound 5-0 на параллельной трансляции. Виталити пока им проигрывают. Вот это вот тоже, наверное, сюрприз. Ну, понятное дело, что они на нюке за атаку. Но все равно ожидали совсем другой игры от этого коллектива. Здесь у нас промахивается. Пока Давкост из Коннектона попытался пикнуть в мидл. Но пока не получилось. И, кстати говоря, просел немножечко. Но все же попали по нему с одного Дезерт Игла. Их 5 имеется. Коллектива Вега. И деньги на следующий раунд уже будут. И тут еще можно, кстати говоря, с такими девайсами и повыбивать. Поскольку тот самый Дезерт Игл, те самые шальные головы у драконов-то поотлетать сейчас могут. Вот, если сделают все грамотно, Вега в этом раунде и по стрельбе не просядет. Вот, два игрока у нас под Б, один на миду, два под А. Вот в такой расстановке стоят и ищут вот те самые шальные головы, про которые я и говорил. Уже от этого будут отыгрывать всего та самая шальная голова. Сотвик минус. Ну, такой хороший стрейф получился от Худжи. Он примерно понимал, хотя, возможно, слышал, как топнул на машине Худжи. Ой, Сотвик, прошу прощения. И, собственно, примерно понимал, где может находиться вот та самая голова. Поэтому так оно и получилось. Но, с другой стороны, это все по-прежнему безарморные акулы, которые попытаются прорваться. Джера уже наказывают при попытке зайти на зигзаг. Сам Дайанг также не спит. Есть фраг по Тони Блэку. Замечает местонахождение Краша. Полетит туда Хаешечка. Лайвер одной. Погибает не временю, чем Худжи. Отваливается также Краша. Чоппер последний. Чоппер с бомбой. Но это 35 секунд, и ты не знаешь, как тебе поступить, потому что все твои тимматы мертвы. И ты уже тоже мертв. Неприятная абсолютно способность быть мертвым. Ничего не предвещающее, знаешь. Да. Но смотри, сколько мы с тобой уже посмотрели раундов, это было 8. Да. Которые мы уже посмотрели. И все те три, которые брали так или иначе Вегас Квадрон. Два из них удачных было на Аплэнд, притом они играли довольно быстро. И только один они сыграли на базу Б. Где и то, подожди, у них они против антиэкономического, который против ИСПов, вышли на мидл. Потом, да, залетели на Б-плэнд, где уже была как раз-таки Мактен готова принимать все оставшееся. И, в общем-то, мне кажется, нужно сыграть еще раз быстро на Аплэнд, без использования мидла. Может быть, только одного запустить веркующим. И вот ямы, апарты, и можно работать как не в себя. И уже, смотри, пробираются через ямы. Минута 30, а уже находятся на базе практически двое из игроков команды Вегас Квадрон. Одного снимает, но Чоппер тем временем нашел энтри по Колди. И четыре в четыре. И стоят Вегас Квадрон, ожидая пуша от Team Spirit, который, ну, не так часто показывали нам тот самый пуш. Единственный раз, когда мы увидели, это был Колди, заходящий в спины. Но это уже такой тайминг, который позволял удивить оппонента. Вега боится от Team Spirit? От Димы сейчас многое зависит здесь. Понятное дело, что JR должен его ликвидировать, если он будет пикать. Хуже, вот, например, из Диуая уже наказывает за его наглость. А вот Диме все-таки удается выйти с позиции Шарта и уже пробраться у нас в окно. Через тот самый Ладар. Сотфик. Также на окне будет луповать. Смотри, там база-бай уже проходит с Тони Блайком. Если он сейчас зайдет на плент, никого не видит, это будет визи-раунд для Вегас Квадрон. Им главное, перетянуться, времени хватает. Да, бомбу взяли, она лежала у нас на Т-спауне, и сейчас уже перетяжка на Б-плент идет. И привет Андрей. Ой, он слышал, он слышал. Но это минус Дима, конечно. А это Дима, не Андрей. Ёкнуло сердечком в какой-то момент, что Тони Блэк может не убить Диму. Дима так очень внезапно повернулся. Тут у нас влетает. Сотфик дает фрак, а еще есть снайперская винтовка. И один шот приведет к тому, что ситуация будет уже 2 в 2, не такая выигрышная. Сотфик замечает и байтится на того самого пробегающего. Водовкост последний со снайперской винтовкой. Замечает оппонент, убивает Джера и может разыграть клач-2 в 3. По факту с поставленной бомбой от Вега-Сквадрон. Но, кстати, у него фулл-раскидка, что не было. Да нет, вообще там деньги есть, надо пробовать, но, конечно, тут закрывали. Слишком просто. Да. Как-то без флешки, без мака. Без флешки, без мака. Нет, прокинуло там. Да? Это нет, это смок был от команды Вега-Сквадрон. Они узнали, что это будет, скорее всего, забег через шот. Он мог попытаться, поскольку с экономикой все хорошо. Деньги есть, он там может закупиться, хоть мог попытаться. Притом, что одного убил, осталось всего лишь два игрока. Почему нет? Если стреляешь, если стрельба идет, если чувствуешь, что вот, ребята, сейчас затащу, я побежал. Ну, немножечко не получилось. В любом случае, 7-0 там счет у нас Виталий Тиграйхаунт, если кому-то интересно на параллельной трансляции. Тиграйхаунт, кстати говоря, лидирует. Тут заход на спода, колды ликвидируют хуже на размене Тони Блэк моментально. Да, в кост. Ой-ой-ой, а вот это вот нельзя было промахиваться. Но все равно, ситуация 3-3, кстати, очень костная. Тони Блэк из Дюай, неужели не услышал? А вот сейчас уже замечает, Тони Блэк ликвидирован. Из Дюай замечает, еще одного шьет, но все-таки Чоппер здесь посильнее. Чоппер! Еще и Диму. Сотфик, 1-2. Вот такое, кстати, нужно брать. Первый пошел. А второй не пошел. Второй не пошел, да. Второй сейчас будет пикать. Пита. И, соответственно, да. А можно было вообще сыграть как хитрый лис, убежать на мидл. Времени хватает. Но, с другой стороны, он бы, наверное, слишком сильно отпустил позицию Сотфика, не зная, где находится тот. Не заметили друг друга. Вот этот тайминг. Не заметили. И сейчас на контакт. Можно попробовать. Сотфик тоже не понимает, где находится его оппонент. Он ждет уже спину, что немаловажно. Джер также не понимает, кто мог переместиться игрок защиты. И топнул. Да. Прыгнул, парень. Прыгнул. Ну вот сейчас Джер должен. Все, они заметили друг друга. Это будет дуэль. Аж просто ждать, пока будет ставить бомбу. Нет? Опять. Вот как они любят испытывать наши с вами нервы. Просто непонятно. Сотфик. Горит в огнях. Сотфик. Просетов хп. Ой-ой-ой. Тут мог тоже ловить на самом деле Сотфик. А зачем? Ну поставь ты бомбу уже, возьми эту бомбу. Что это получается? Почему это так работает? Вот это да. Бомба установлена. На самом деле Сотфик имел шанс даже, кстати, два раза попасть. Вы попадете, сходите друг друга. Давайте уже закончим эту дуэль на сегодня. И кто кажется сильнее все-таки Джер 5-5? Ой, там уже из винтовок, из пистолетов. И гранаты были прокинуты, и через текстуры. И, не знаю, закрытыми глазами, мне кажется, тоже пытались. Но это был какой-то танец безумия. Нет, ну на самом деле тут, понимаешь, волнение. Конечно. Такой важный раунд. Это тебе, это уже все, это непростая каточка. Тут очень важный раунд, да, и зависело все, конечно, и от Сотфика, и от Джарок. Тоже принесет победный раунд в своей команде. И для Акул он был очень важен, поскольку с экономикой все еще не так хорошо. Там уже и у Спирит денежки заканчиваются. Так что тут теперь уже на равных. И счет равный, как вы видите, прекрасно 10 раундов позади. И вот это вот СНГ-дерби начинает накалять обстановку вокруг себя. Но Дима уже принимает под Б-плентом. Сотфик также ликвидирует Худжи. А за ситуация 5 в 3. Краш минус Дима. Вываливаются. Решили вот быстрым темпом увлечься на Б. Думали, этого не ждут. У нас ребята из Тим Спирит, и они в своих позициях неплохо отыграли и приняли своего оппонента. Сотфик немножко проседает от гранаты. Откидывает сразу же смачок в апарте под Б-плентом. Замечает одного игрока, который выходил. Чоппер, кстати, говорят, развлекает-то уже у нас. А игроков на миду он находился. Ну вот сейчас из Дива делает минус. Давко также минус по GR. Чоппер остается один. Ситуация 1 в 3. Клачер кик. Да, все это время Чоппер смотрел мидл и ждал перетяжки от коллектива Тим Спирит. Но те просто побежали через КТ-спаун, особо ничего не выдумывая. Обезопасив себя по всем фронтам. Ну и какой-то неудачный просто заход на Б-плент, который не получился. Очень долго не пытались выгнать игрока из-за машины. Смоу, который был отлично прокинут в апарты. По-моему, это был то ли сам Дайан, то ли Сьюмпом был. Товарищ, я вот сейчас не вспомню, кто это был. Сьюмпом? Сьюмпом. То ли это был Дима, то ли Кол... Да, в принципе, несуть важно. Короче, хороший Смоу положил игрок защиты. И по итогу он просто не дал игрокам атаки пройти дальше. И вот они мялись стали в этих апартах. Могли пять раз уйти, но бомба лежала слишком далековато. И вот тут уже разобрали всех напополам. В общем-то, 6-5 за Тим Спирит, Вега Сквадрон имеют 30 экономики. 3-4-50 максимальных количеств денег на руках у Акул. И эти деньги у Джаэра. Ну и теперь вопрос, будут ли экономировать? Или все-таки будет какой-то форсец? Потому что уже где-то близится все к окончании первой половины. Не хотелось бы встрять на более серьезный счет. То есть максимальный разрыв они вообще вели в начале. Потом разрыв был два раунда. И они вроде сократили его до нуля. А сейчас нужно как-то думать, что по деньгам. Логически, наверное, можно было бы и засыривать сейчас деньги. Плюс 1900 в случае поражения. Может быть, даже под чью-то флешку смог залезть поставить бомбу. Это плюс 800. Тогда всем хватит на то, чтобы закупиться в раунде под номером 13. Ну, он сам Дайян там улыбается, смеется. Все хорошо, настроение хорошее. У Тим Спирит. А вот призадумались немножечко акулы. Что-то не получается. Напряженность видна. Знаешь, не хочется видеть вот на мейджоре, когда противостояние СНГ коллективов. Вот как-то, ну вот, не хочется этого. Второй тайм-аут, кстати говоря, берут Вега-Сквадрон. Ну, потому что был счет 5-3. Они проигрывали пять раундов подряд. И нужно было что-то с этим решать. И сейчас они отдают очень важный раунд, который, если бы брали сами, они бы также оставили команду Спирит, вероятнее всего, брать тот самый тайм-аут. И уже самим решать, делать тот самый форс-бай или экономировать. Мы видим бай на все, что есть. Теки полетели. Какой-то даже набор по гранатам. Но не знаю. Не очень я уверен в том, правильный ли это мув. Но, по-моему, пошли ва-банк. Вега-Сквадроны решают то, что можно попробовать. С одним актеном. В раскидке небольшой. Смотрится так себе, но... Хотят выбить экономику. Понимают, что у Тим Спирит у самих там нет денег. И можно попробовать снова очень быстро забирать под базу Б. Ну и такой раунд может получиться. На самом деле, если бы не Дима, который находится на позиции Шорт, вырубает он уже Тони Блэка. Есть от него минус. Также забирает у Чопера, который просто находился к нему спиной. Джиар находится на позиции Миддл. И здесь попытается с Дюайом. Сейчас, конечно же, кое-как разобраться, если будет контакт. Но элементарно просто не смотрит его в сторону. И также потерян. Остается он в этом раунде. 6-5. Ну и все близится, конечно же, к седьмому победному раунду коллектива Тим Спирит. Остаются два игрока. Это Краш и Худжи. Есть ЦЗ, есть Формилка. Которая, кстати говоря, если бы зарешала хотя бы и убила одного-двух, было бы вообще замечательно. Поскольку экономическая составляющая после этого раунда будет налаживаться у Тим Спирит. Пока, да, еще не все так стабильно. Там у СДУА только 2 900. Ну, кстати говоря, у них-то тоже бай, видишь, там есть Фармас. Да, у них практически под ноль. Поэтому в Вега и думали, стоит ли им делать форс сейчас или оставить возможность на попозже. Но все решил. Ой, тайминг сейчас может быть не в пользу игрока. Защита, да, в Кост не помогает команде, не попадает. Прилетела Хаешка, фрагов тоже не получается. Сам Даянг полюсует себе 1200. Но что произошло в прошлом раунде? Один Молтов, который решил исход начала раунда. И, в принципе, мы видим вообще все. Молтов, который разделил игроков команды Вега-Сквадрон. Заставил Тони Блэк рваться вперед и дальше. Ну и Чоппер, который подумал, что, ну, никто уже не пойдет. Вдруг там будет 4 человека, которые дальше будут уже помогать, замыкать все это действие. Но не угадали. И вот один Молли, который просто помог сделать 2 фрага. Дальше по накатанной против этих атаков и прочего. Ну, как бы, оно все. Вот так вот. Тут наша полномочия и все. Виталити Грейхаунд на соседней трансляции на параллельный счет 2-9. Чтобы вы понимали, там коэффициент нашего партнера париматч 3-0-5 на Виталити. Кто бы мог подумать. Но это мейджор. Это первый день. Это best of one. Это максимальная рулетка, которая только может быть. А у нас тут все поболее, так скажем, стабильнее выглядит. Напряженная борьба. По крайней мере, на первой половине. Пока Team Spirit ведут. И полный экономический раунд от коллектива Vegas Squadron. Который, по идее, как должен приводить к победе. Флешка и пошли. Да, флешка и пошли. Чоппер уже проседает. Уже заходит, отлетает моментально. Дима взрывает Чоппера. А это фейк. Граната. Это фейк. На которой не ведутся. И Колди встречает первого. Встречает второго. И забирает третьего игрока. Трипл килл от Колди. 8-5. Преимущество 3 раунда. И выигранная первая половина для Team Spirit. 16 на 6 у Колди. Но он, кстати, в какой-то момент с фрагами нас притормозил. Потому что был у него после, по-моему, 5 раундов 11 фрагов статистика. И сейчас вот за счет, сколько там уже получается, 8 раундов. А после только 5 фрагов наделал. Немного. Но, возможно, к нему не ходили. Как-то вот его позиции, возможно, были проигнорированы. Ну и вполне возможно, что крайний девайсный раунд, может быть, для Веги Сквадрон, если проиграют. Поскольку закупились на все. Галилы и 4 калаша без снайперской винтовки. Мы в этой половине вообще практически обопанили от Веги Сквадрон. Что довольно печально. Потому что есть возможность у Джера пострелять и наделать шуму. Но Адовкост, да, наверное, не самый стабильный, не самый точный снайпер. Но хотя бы от него фраги были за сторону защиты. Есть снайперская винтовка, есть минуса. Это главное. Да. А вот со стороны Веги опенфрагов было очень мало. Энтри практически не было. И было, конечно же, тяжеловато. Им постоянно находиться в меньшинстве. Ну, не постоянно, но вот давление некое имелось со стороны Team Spirit. Поэтому Веги постоянно нужно было выбираться из него. Вот сейчас, например, они находятся в большинстве. Есть уже минус по Диме. Ситуация 4 в 5 минут остается у Веги. Там на миду у нас находится... Перетягивались с мида у нас 3 игрока. Все это дело будет, скорее всего, заканчиваться под Аплентом. Раскидка находится... Именно здесь все полетели. Самые смока, полетели молики. Ну и выход. Давкост на приемке. Готов он принимать. Прокидывает ХАЕшку. ХАЕшка неплохая. Коцает. Худжи до 57. ГР минус СДЮАЙ. Поскольку под БСДЮА решил подкушать, то Колди на приемке Аплента. Минус 2. Худжи и Тони Блэк уже отлетают. Краш минус Колди. 2 в 3. Надо осилить Team Spirit до конца, поскольку денег у них довольно много. И пробовать нужно. Бомба еще не стоит. 20 секунд времени. Давкост ждет игроков. А тут зигзага. Уже СБ Плента вышел. Джер. И Джер погибает от Давкоста. Какая ошибка сейчас? Может быть для Веги Сквадрон прилетает СМОУК. И в этот самый СМОУК забегает Краш. Он был не точно. Замечательный последний игрок от Атаки. Чоппер находит фраг под Давкосту. Нельзя выходить Сотфику. 4-3 секунды. Он не стоит ставить бомбу. Чоппер последний. Куда ты идешь? Куда ты идешь, Сотфик? Это что вообще? Сотфик, ты же видел? Ты же его увидел уже потом? Да, хорошо. Окей. Он может быть не слышал того, что ставилась бомба или не ставилась. И решил все это дело прочекать. Да, пусть ставит бомбу. Типа, ну, времени вообще там вот с маленькой вообще... Ну, там оставалось. Кстати говоря, если бы сразу взял, сразу поставил, он бы успевал. Там было 4 секунды. Вот, если обратить внимание, вот он взял 4 секунды и ставил. Не-не-не, нельзя. Потому что он пока бы начал все ставить. Но вот зачем пошел Сотфик? Он не слышал ни установки плента, ничего подобного. Но пошел на контакт. И это было печально. Обычно в таких ситуациях более опытные игроки дожидаются поставки плента и только после этого идут разыгрывать. Потому что они понимают, времени там 3-4 секунды. Игрок мог не успеть поставить эту бомбу, потому что это плента банально. Потому что тиммейт постарался до этого и выпил бомбу. И об этом стал игрок команды Team Spirit. Но почему-то пошли. Точнее пошел. И погиб на последние секунды. Мне кажется, осталось 0,5. Ну да, что-то типа такого. Тут, конечно, после такого нужно забирать и седьмой. Поскольку сейчас мораль-то подлетел немножечко у коллектива Vega Squadron. И вот GR, например, уже делает минус. И вот снова они в большинстве. Только я сказал о том, что Vega Squadron практически всегда оставалась у нас в меньшинстве. СДУАЙ также свою позицию уже выдал врагу. Но вот смещается все-таки и позволяет ему уйти. Есть три АУГа у Team Spirit и МК, которая была у Димы. И его уже также убивают в этом раунде. Худже. Потаруется у тиммейта. Тони Блэк встречается у Атфика. Ну и тут 5 в 2, конечно. Уже даже 5 в 1. СДУАЙ также отваливается. Колди 1 остается. Делает минус по щоперу. Да, бомба перемещается на базу Б. Ну, тут уже должны закрывать, конечно же, и выходить на 7-8. Да, так и есть. Это 7-8. Это первая половина, которую коллектив Team Spirit выигрывает. Но опять же... Могли забирать 10. Да, могли забирать 10, но немножко... Ну, хотя бы 9 могли. Да, предыдущий раунд, понятное дело, мог закончиться в их пользу. Но не случилось. Такое тоже бывает. Но опять же, максимальная борьба, это же хорошо. Это же хорошо, когда мы не смотрим... Конечно, все вплотную, когда все в комке. Да, когда мы вот не смотрим одноклиточные игры, и когда вот нам хочется, чтобы напряжение накалялось до последнего. Вот, например, одноклиточная игра сейчас у Greyhound Vitality. И кто бы мог подумать. Да, кто бы мог подумать, что такое может случиться. Действительно, там ребята показывают хороший нюк, по крайней мере, хорошую защиту на нюке. Ну, у них в регионе они тоже очень часто играют нюк, и на нем лучший, кроме некоторых команд, опять же, есть там коллективы, которые могут... Те же самые Чивсы, Тайнд Майнс тоже нюк играет, но это среди вот своих команд. Почему Vitality так отыгрывает, это уже, наверное... Что-то случилось, мне кажется. Что-то случилось, да. И очень странно, потому что Vitality одни из фаворитов. Практически в каждом пикеме они были как люди, которые... Хотя бы просто пройдут. Да, и не 3-0 ни в коем случае, конечно, но... Кстати, я тоже видел некоторые пикемы, где 3-0 Vitality стояли. Плюс чат, если его поставили на Vitality 3-0, мы посмотрим, много нас или нет. Потому что будет интересно, есть те люди, которые в чате поставили на 3-0 или нет. Вот, кстати, еще один раунд, за который сотвик мог цепляться, и там все бы тоже не очень хорошо для Вега складывалось. Но там после этого раунда все сразу... Забрали 2 подряд Team Spirit, а там потом уже что-то понеслось. Тут даже 3 подряд. Потом вот Вега все-таки своих шансов не упустила и забрала. Семерочку. Посмотрим. Ну, видишь, в чем проблема для Team Spirit? То, что они не знают, как Вега подготовили данный Деймираж. Поскольку мы уже говорили, что там только 2 карты непроигранные. И куча есть моментов и вообще карт сыгранных, которые можно скачать, посмотреть в полном доступе, и как будут играть в целом Спириты. И я так понимаю, что вот Вега Сквадрон, играя за атаку, ждали постоянно аркады от Team Spirit, а те такие, а мы поменяем наш Мираж, потому что вы смотрели. И начали немножко подходить иначе. Но за счет этого Вега Сквадрон немножечко, возможно, потеряла в темпе, где-то теряла тайминги, и не всегда успевала приходить в тот самый нужный момент, когда от них это требовалось. Стоит сказать про Вегу, что ребята не выигрывали еще Мираж. У них две карты, у них две карты за три месяца, и на двух картах они его проиграли, а тут уже борьба. Тут уже 8-7, уже 15 раундов мы посмотрели, и пока вообще непонятно, кто победит. Какая атака сейчас будет у Спирит, вот что самое важное, и какая приемка, потому что, как я понимаю, мы вообще не знаем, как Вега может сейчас отыграть приемку, поскольку они готовились к этой карте, они сами свели на Де Мираж, хотя могли выбрать другую карту. Да, там был выбор, чтобы сыграть, наверное, даже попытаться какую-то более уверенную свою карту, но все-таки они решили, что на Мираже шансы и всегда, и мы много раз убеждались в том, что аутсайдеры имеют хорошие шансы, иногда даже побеждают фаворитов на карте Де Мираж. Но сегодня, кстати, по игровому дню было заметно, что команды аутсайдеры собираются играть, они наоборот сами выбирают те же самые Дастовторы, Инферно, Миражи, на которых им неудобно было бы играть, они придумывают что-то хитрое. И, зная пару заранее, мы сегодня видели оверпассы, трейны, нюки, что мы видим крайне редко, особенно нюки. Это уже второй, по-моему, нюк за сегодня. Оверпассов, по-моему, тоже был не один. Я думал, будет очень много Инферно, на самом деле. А сегодня, по-моему, только один, по-моему, Инферно или что-то вроде того. Дастов, по-моему, вообще сегодня не было. То, что мы смотрели, по-моему, да. Мираж там какой-то копеечный пролетел внезапно, случайно, для всех нас. Короче говоря, все хорошо. У нас тут Team Spirit и кучкуется возле выхода на Аплэнд в Яме. Сандаянг уже находит фраг по Чоперу, хотя были все неплохие шансы. Краша убирает Сандаянга полностью в слепой. И тут же уже 2-4 каким-то неимоверным образом. Вегас Кладрон пытается за счет действия Тони Блэка вырулить хотя бы на 2-2. Дефьюски-то есть, также есть хаешка, информация также по телу Сандаянг. Ой, там Сотвик, прошу прощения, получает такую львиную долю дэмэджа. Не отпускает Сотвика с бомбой. Теперь нужно бежать. Колди отстреливает Тони Блэка. Тем временем Худжи пытался пройти на хелпу, но при потере тиммейта все-таки решил свернуть ногу в обратном направлении и сыграть через Дальпан. Бомба установлена. И Худжи тут нужно тащить клатч. Дефьюски-то, кстати, есть. Да. Это очень хорошие новости для коллектива Вега и Складрон. Смака нет. В принципе, нет ничего по раскидкам. Гайст. Ну окей, ну окей. Ну да, они все услышат, все прекрасно, все классно. Они вдвоем будут... Там флешка есть, он хочет флешку моментально откинуть, чтобы вышел тиммейт и... Они из пита вдвоем будут принимать. Вот что неожиданностью может быть для Худжи, поскольку одного хорошо он убьет. Например, Колди, который вот сейчас будет выходить. Кстати говоря, выходили под флешку, и все замечательно и классно. Худжи второго не будет ожидать, но тут хватает только лишь Колди. И это 9-7, пистолетка для коллектива Team Spirit. А там закончилась первая половина Виталити Грейхаунт. И как ты думаешь, какой там счет? 13-2? Да, браво. Ты угадал. Я даже не смотрел в подсказки. У меня здесь есть закрученные небольшие бумажечки. Пока наклейки, как говорится, которые сочетаются. У нас с приходом того самого Дик Стейси работают. Да, жалко, что концепты не прошли, которые он предлагал, но... Хотя бы так. Хотя бы так. Ладно, что касается того, что Team Spirit, они, по-моему, да, они забрали себе первый пистолетный раунд из двух. В первом победили Вега. Опять же, у нас атака забирает пистолетные раунды и действует довольно агрессивно. То есть, начало было, что в первом пистолетном раунде в большинстве за командой Team Vegas Squadron, что здесь 4-2 они были. И только потом начали головы свои подставлять под выстрелы. Тем временем, Force By для Vegas Squadron, два скаута, два дигла и Чешка попытаются выйти хоть куда-нибудь. Колди, а с левой Чопера очень больно прилетает Джеру, погибает Тони Блэк. Джер также отваливается от Колди. Какой зверюк, а он просто отстреливает людей, никого не щадя, и сам получает ноль демеджа, потому что это Колди. Он подставил Диму и говорит, ты иди, а я буду убивать. И пока все получается. Ну, если так можно, почему нет? Пожалуйста, пробуйте. Крафт у нас находится на позиции. Шорт есть у него, скаут у Худжи. Дизертыгл в руках. Имеется, кстати говоря, вот если бы Худжи попадал, то Сватфиг тут бы умирал, поскольку Краш свой выстрел сделал точный. Его тут сейчас дайсдевай должен закрывать. Да, конечно. И это Force, который ни к чему не приводит, и сейчас Вега будет делать экономический раунд. А это уже выход на 11-й. Да, может быть, пока еще не особые проблемы для Акул, но все-таки драконы себя уже начинают чувствовать более уверенно. На карте Демираж и отрыв начинают увеличиваться. Кстати, вот я из сегодняшних матчей, которые смотрел и на параллельных трансляциях, и здесь, находясь в студии на большом экране или где-то еще, тоже с телефончика, я не видел ни одного коллектива, который бы показывал какие-то плохие манеры. Как это бывало на минорах, где Фурия просто хотела пригвоздить своих оппонентов, выстреливая по 2-3 обойма в мертвого человека, когда были последнего. Здесь же все вроде бы адекватно, более-менее спокойно. Но в СНГ-матче такого вряд ли стоит ожидать, потому что ребята друг с другом общаются. Я думаю, что даже некоторые из них дружат и находятся в хороших отношениях, помогают нам подобные вещи. Но здесь, конечно, да, такая, типа, в кавычках, война между ними, потому что, какие бы ни были друзьями, нужно всегда проходить к своим целям, к своим желаниям и просто выходить на мажор, а потом уже дружить, если получается, не получается. Будет хорошо, если выйдут две команды или хотя бы одна, будут друг друга поддерживать. Но пока у нас один спирит в попытках выйти на один страунд, в целом, очень даже неплохо. Да, пока все, пока все получается, пока все хорошо. Есть уже минус по GR-у. Ребята из коллектива Vega пока ничего не делают. Находятся у нас три опорника под КТ-базой. Хотят забрать хотя бы одного. Да, это верное решение. Там имеется, кстати говоря, у Тони Блэка и Зевс. Тот самый, который обычно очень неплохо так является таким, знаешь, сюрпризом для оппонента. Но, скорее всего, этот Зевс, он в этом раунде применять не будет, если не пойдут на выбивание. Тим Спирит и не пойдут искать. Хотя вот уже начинают потихоньку и ближе к КТ-базе находятся. Тони Блэк, ну вот тут может на него выйти тот самый Колди и можно завладеть АК-47, поскольку вот именно на него он сейчас там и пойдет. Вот издеваемый, пока разбирается с двумя оппонентами, первого, второго. Тони Блэк все-таки не отработал тот самый девайс и вообще всех пятерых Вега потеряла. Хотели засейвиться, хотели нарушить немножечко экономику у Тим Спирит, но не удалось этого сделать. Чекай Колди просто. Что там? 26 на 8. 26 на 8, это Колди, знакомьтесь, он сегодня будет. А Дуд Чоппер у нас и в реальном режиме, и с осмоточкой тоже потер себе глаза очень быстро, потом наоборот потер глаза, потом нормально потеря глаза. Он понимает, что что-то идет у Веги не так, и нужно с ним сражаться. Это четыре Ауга и односнайперская ментовка, по итогу четыре скоупа. Есть диффьюз китов, ребят, нет ни одного набора диффьюз китов. Ким Спирит, на себе, мол, подноженьки родимые. Волнуюсь я вега-эскадрон, это заметно по их действиям, то, что не получается по тому, как на камерах себя проявлят. Это мы видим вега-эскадрон. И вот эти ошибки с грантами, которые тоже стоят очень много, потому что если сейчас был бы пуш, то его бы невозможно было остановить именно этим молотовым. А это куча дэмэджа, которые могли влететь, особенно под флешку тиммейта. Но вот тут сейчас будет интересно, поскольку как минимум три игрока стоят под Б-базой. Да, там еще и перетяжечка сейчас идет через Т одного из игроков. Это Сотфик, у него на руках та самая фармилка, Краш ждет, просто стоит и ждет, когда на него придет его оппонент. Минута остается у коллектива Тим Спирит, все-таки пойдут, скорее всего, под Б, начинается разгид, как Краш пропускает одного и уже теряют его. Здесь худший, к сожалению, Спрей подводит его, Дима делает минус два, при заходе на Б-базу. Также и Чоппер отлетает, поскольку СДУ оказывается точнее, но и Джар и Тони Блейк вынуждены просто сэвить свои девайсы, поскольку денег у акул нет, и это большие проблемы. Это что-то очень невероятное. Я понимаю, что сейчас не идет у Краша. У него так статистика 5 на 17, по-моему, сейчас, то есть он не убивает. И мы видели, как реагирует игрок на то, что творится на его позиции. То есть бежит игрок через апарты, он уже пробегает, после этого следует только один патрон. Через примерно, там, не знаю, полсекунды-секунду, то есть это уже пропуск. Дальше флешка, он не пытается уйти за плент, чтобы спасти себя. Он просто стоит, спрыгнул с позиции, его, конечно, замыкает игрок атаки. И вообще там просто юмп сработал на 100%, забрал двоих и, по-моему, даже выжил. Это у нас как раз-таки забегал Дима, заселил себе аук. Дима, не надо. Ну, он пошел. Ну, он пошел, потому что деньги есть. Ну, играть еще все равно, счет 12-7, это не 15-7, где можно так выбивать. Да, понятно. Вот были такие раунды уже у коллектива Team Spirit, когда они, зная, что экономическая составляющая хорошая, а у врага, если сейчас они убьют, то совсем будет все плохо, потому что будут выбивать девайсы. Опять же, отпустили кого? Лох и Пового. Который вот, если потеряют, там, да, что там у него, юмп был? Или там у него... Нет, там аук был, в этом-то проблема, потому что он на... Лох и Повый отпускает его, и тут неважно. Лох и наоборот, фулл ХП нужно отпускать. Ну, вот как-то вот они сказали, ну, иди, иди попробуй. Но не получилось, не вышло, минус не сделал, ни одного девайса не выбили, но вот сейчас есть Диггл, есть ДВЦЗ, есть МК и есть АВП у коллектива Вегас Кладрон, и будут пытаться именно с этими девайсами, они защитить Куланты, например, Тони Блэк уже отработали. Издеваю, Дима заходит сюда и забирает Тони Блэк Аколди, также минус Чоппер, ситуация 4 в 3. И Джерр остается единственным с девайсом, который попытается его под А-базой реализовать. А вот дадут или нет, Тим Спирит, поскольку уже все ближе и ближе заход под эту базу. Джерр промахивается, зато краша, бывает соотфика, ситуация 3 в 3. Там еще у Димы, плохая проблема. Да, плохая, прям вот такая ситуация у него, 11% остается и 50 секунд. А Джерр убивает еще и Диму, правда у Худжи, конечно, проблем по ХП, не справляется также Давкоста. Это ситуация 3 в 1, которую Вегас Кладрон могут и, наверное, даже должны потащить, если, конечно, Кулджик, который сейчас имеет сумасшедший фрагста 27 на 8 и 40 секунд времени в запасе просто... Там Джарр сейчас убьет его. Нет, Джарр у нас вообще где-то очень далеко. Нет-нет, вот он стоит, смотрит. А его тоже видно, он не заметил оппонента и почему-то последний фраг у меня отображается так, как будто ничего не произошло. Ничего не произошло, просто Джарр... Да, не было убийства и, знаешь, такие, ну, бегают что-то все веселятся как-то, все хорошо. Просто Джарр убил, вот, ничего не произошло, просто Джарр сделал килл. Ну, первый раунд. Первый раунд забирают, при том, что все неплохо было коллектива Спирит, да, потеряли первого момента. Они долго заходили на Апплэнт, очень долго заходили. Да, они отзонили Сити. Ну, в общем, сложно там все было. Накинули флешку, которая, в принципе, ни на что не повлияла. Там еще и с Дигла получили несколько раз. Так что, хороший раунд продемонстрировала Вега в защите. И сейчас уже 20 раундов мы с вами посмотрели. Краш, агрессивный поджим. Ожидают или нет? Краш. А прошут ли смоки игроки команды Спирит? А, одного должен сбирать, да. Довкост отваливается, информация по Крашу будет иметься. Сейчас также его забирает тот самый Дим, потому что Краш просто не ожидал. Также был белый, также был в смоках. Просто не видел, что два игрока поджимают топ-мид. И ситуация по разменам 1 в 1, 4 в 4, минута 20 остается у Тим Спирит. Но вообще Краш мог попробовать уйти обратно под флешку тиммейта или какой-то смок. По-моему, за ним смок еще не разъелся. И тогда 5-4 уже без какого-либо особого риска принимает дальше в позициях. Тем более, что Вега-Сквадрон не так много утилити для исполнения в этом раунде. И, ну, заходить на ретейк будет крайне сложно. Хотя и в Тим Спирит, как мы видим, тоже даже смока нет. У них три флешки, молд и хаешка. И нужно действительно как-то вот под флеш врываться, пытаться поймать Вегу-Сквадрон в не самых удобных таймингах вообще положения. Может быть, даже при смене позиции. Или, как у нас любят игроки на смене девайса, когда 20 секунд или там 10 на таймере, а ты свапаешь с ножа на калашников и такой типа, ай, все эти пошли сейвить уже, а тут... И почему-то умираешь, как-то странно даже, да? Да, ну, бывают такие случаи от неожиданности просто. 30 секунд. 30 секунд остается у Тим Спирит, у коллектива атаки для того, чтобы пойти. Вот, замечает Чоппер у нас уже Сватфига. Нанес ему большое количество урона. Тони Блэк, здесь его ничеку, только сейчас выкуривает из Дюай. Убивает два парня. 20 секунд остается. Бомба будет установлена под аплентом. Джар в своей позиции. Снова на... Поднимается с КТ спауна. Бомба ставится. Худже. Не дожимает. Какие красные остаются Дима из Дюай. Тут Чоппер должен забирать и первого, и второго. Но Колди отличный спрей этого парня. Один в один ситуация. А информация по Колди имеется. Джар знает, где находится последний выживший игрок атаки. Бомба стоит не под него. И тут же Джар спасает вновь команду Вегас Квадрон. Уже в который раз Джар просто в соло тащит. У нас подобная ситуация была и в первой половине. И в прошлом раунде, ведь снайперская винтовка Джара звучала там как минимум два раза. Которая и была в связке, по-моему, с Эмкой. На двоих разрулили там весь раунд прошлый. И сейчас, опять же, неуверенно сыграли Вегас Квадрон. Хотя шансы у них, конечно же, были два в один разыграть против снайперской винтовки. Но не успел уйти один. И второй полез слишком рано. Хотя, опять же, на бомбу не под него. Но, с другой стороны, там никуда не поставишь. У тебя нет смока на Сити, нет смока на Хелпу. И только вот в этой позиции. Тайм-аут от Веги. Остается только лишь один. Кстати говоря, знаешь, вот у Тим Спирит, по-моему, в атаке очень хорошо получался бэплэнд. Они прям как-то его выходили, давили, убивали своего оппонента, ставили бомбу. Просто вот пушем шли и забирали. А вот когда они выходят на А, во-первых, на А они выходят очень долго. Они выходят на поздних таймингах. Если механизм немножечко ломается, кого-то убивают, то все. Ступор. Они не знают, что делать. Они останавливаются. Это для них большие-большие проблемы. Поэтому, может, попытаться поагрессивнее сыграть, например, на Бэплэнд. Еще раз посмотреть, как там ребята ждут их или не ждут. Но вот снова под А. Снова под А. Имеется полная раскидка. Кстати говоря, сейчас сливают, что будет экономический раунд. Ну и посмотрим. Встали на позицию раскидки. Опять под Аплэнд пытаются. Да, опять под Аплэнд. Здесь есть два опорника. Один в окне у нас игрок защиты. Двое под Б. Пошла раскидка. И пошел заход. Джерр. Будет ли минус от него? Флешка нужна. На Аплэнд для Team Spirit начали реально по снайперской... А там не попал Джерр. И ушел в смоки. Хорошая исполняет команда Вегас Квадрон сейчас. Особенно от Джерра. Я думаю, что за счет его действий у Вегас Квадрон есть неплохие шансы для того, чтобы победить как минимум в этом раунде. И возможно даже побороться на карте Демираж. Ну вот они зашли. Быстренько на Аплэнд раскидали. Все красиво. Но одна флешка на всю команду атаки. И есть чем Веге раскидывать, чтобы оформить ретейк для себя. При том, что Team Spirit не смогут себя не потушить, никуда либо уйти. Джерр снова промахивается уже, по-моему, в третий раз подряд. Не нанося никакого дэмэджа. А Колди торопится на мидл, чтобы закрыть все позиции. И сам Дайанг, Дима по фрагу, нужно команде Вегас Квадрону уходить. У них не так много девайсов погибает. Также еще и Дима, и размены только Джерра, который поздно делает свои фраги. Забирает двух оппонентов. Я его закрою сейчас. Ну если, конечно, да, он понимает, что могут его закрывать. Он смотрит здесь. Но Колди. Он взорвался. Нет. Он не взорвется. Да, 12% здоровья остается у него. Все замечательно. Хорошая игра, но, к сожалению, сработал только на разменах. Сработал только на разменах. Его тиммейты падали. Он остался в итоге один. Да, там Колди решил подпушить и все-таки забрать ту самую снайперскую винтовку. Но не удалось этого сделать. Точный выстрел Джерра в конце этого раунда. Сохраняет его волшебную палочку. И в итоге быстрый раунд, про который я говорил, только под А. Базу все-таки приносит свои плоды. И Team Spirit выходит на 13-9. А там, кстати говоря, параллельный матч, про который мы сегодня с тобой говорим. Vitality Greyhound. Vitality в защите пока не отдали ни одного. И счет 8-13. Ого! Ну, видимо, что атака у одной и второй команды плохая. Либо защита очень хорошая. Как, например, у команды Astralis. Да что за кошки и мышки? Еще хуже в полном блайде. Здесь тебя фраг погибает. Можно попробовать, что Джерр прикрывает. Забирает соцпика. Это 5 в 2 и просто за счет этого фармгана можно выиграть данный раунд. И у Team Spirit не так много денег, чтобы обороняться. Точнее, нападать еще в следующем, уже в 24-м раунде. Есть все шансы для Vegas Squadron оформить то преимущество, которое оформил Худжи для своей команды. И вот ругается немножечко кто-то. Не издевая, ругается. Да, на самом деле, поскольку... Но он должен был убивать. Если бы он убил того самого Худжи, то не было бы вот этих минус 2. Он все это прекрасно понимает и просто там зажал. И, увы, не получилось. Увы, не повезло. Кстати говоря, на той трансляции 9-13. И на этой трансляции тоже 9-13 счет. Вот так вот. Совпадение? Ну, не знаю даже. Может быть, а может быть и нет. У нас ситуация 2 в 4. Колди все еще находится под Б-базой. Кстати, говорят, Давкост в это время в лазере, по-моему, вырубил у нас Тони Блэка. Колди до сих пор ждет. Просто ждет. Как минимум, должны хотя бы посмотреть на шорт, хотя бы одного сместить. Он должен. Тут Колди уже выпрыгнул, и это небольшие проблемы сейчас могут быть для защиты. Джерар! Нет. Он слышал прекрасный скоб. 20 секунд. Войной. Ну, тут все по минусу сделал. Лей Джерар сделал минус. И Чоппер сделал минус. Это 10-й раунд для Веги. Вот видишь, быстрый выход под... Ну, опять же, тут большая была ошибка от СДУА. Да, он даже сам написал. Что не повезло. Не понравилась ему его игра. Да, здесь вот в ладере именно убивает Давкост Тони Блэка, который здесь ждал, стоял. Хоп. Вот это флик. Это он как-то так очень резко перевелся. То есть моментально получает по голове. Тут же за, не знаю, доли секунды. Ты понимаешь, наша реакция не успевает за реакцией проигроков. Да, там это была замедленная съемка. Да, даже в это. Повтор, да. Даже в замедленной съемке мы не успеваем за проигроками, понимаешь? Это вообще очень здорово было. Вот этот момент. Раз. И второй. Кстати, он в блайнде был, по-моему, да? Первый он убил в блайнде, по-моему. Да, там он руку просто держал возле лица. Да, да, да. Моделька игрока. Ну, возможно, проходило уже действие этой гранаты, но все равно это было... Он очень долго убегал от самда Янга. Очень долго. То есть там они побегали по планту, не хватало только музыки из шоу Банихила. Ту самую старую. Сейчас, возможно, у кого-то знаешь, у олдов там где-то в голове набрегает. Про Банихила? Да. Ну, сто процентов. У кого-то кто-то помнит, кто-то знает. А у нас от Team Spirit экономический раунд. Есть четыре дигла, есть тэг. Не попробуют. Ребята, кстати говоря, это не быстрый раунд. Здесь уже у нас... На два хп с дигла? Это через... А там через этот попало. Через все, мне кажется, там попало. Нет, там вот через эту ступенечку, через бордюрчик попало. Поэтому там особо не просел, соответственно, жар. Вот Дима тут немножко проседает. И теряет хп. Ту неблаг встречает Колди. Ликвидирует этого парня. Ситуация 5 в 4. Вега, кстати говоря, играет в два снайперских девайса у Краша и у Джара. Решили эти ребята сделать именно так. Краш уже. Отыгрывает по Диме. СДУАЙ под Б-базой в Б-апартах. Худжи здесь готов его встречать в очередной раз. Поскольку эти ребята сегодня уже друг с другом стрелялись буквально в предыдущем раунде. Джар минус СДУАЙ. Не дожил. Да, 5-2. Худжи минус оптик. Худжи минус давкост. 11-13. Понятное дело, это было эко, но вообще никого не потеряли. Даже по хп там. Только Джар просил на 2% здоровья. И все. Пока ничего не понятно. То есть вроде как начали забирать драконы. Да, драконы начали забирать. Все-таки после смены сторон взяли пистолетку. Взяли второй раунд. Третий раунд. А потом как-то все не пошло. А это как и на первой половине. Они, да, начало немножко подзалили, но по факту потом взяли пять подряд. Потом опять же ошиблись. Начали бегать, отдавать все свои преимущества. И вот мы увидели такую половину 8-7 довольно скомканную. Но ровную. То есть там до конца непонятно, кому же больше повезло. На Вегас-Квадрон или наоборот не повезло. И сейчас у нас тоже продолжение вот этой феерии. Такого праздника контр-страйка СНГшного. Это очень здорово. Через лотов. Ничего не боится Дима. Пошел на контакт. Ничего вообще входит смог. Получает по голове от Чопера. Ну, и все. И все на этом, да. СДВА очень интересная позиция. Сейчас Чопер. СДВА его услышал 100%. И тут должен забирать. Да, именно так. Только теперь уже и по СДВА имеется та самая информация. Должен менять свою позицию, потому что уже знают, что он находится в окне. Остальные игроки, три игрока коллектива Team Spirit находятся под Б-базой. И будут заходить, скорее всего, именно сюда. А вот тот самый СДВА пока только лишь... А там Худжи. Да, там Худжи, который вообще смотрит не туда. И уже заход под Б-базу. И Худжи уже отлетает. Да, пока от Солдав Коста. Да, оставил 13% здоровья. Но СДВА сидит до конца. И это могут быть небольшие проблемы для Веги, когда она его встретит. Там два Веги. Они не пойдут на ретейк. Они 100% не пойдут. У них, да, вроде бы есть деньги. Но они понимают, что это уже 14-й раунд. Если проигрывать, то нужно будет закупаться на все. У них не будет возможности реабилитироваться. И нужно бежать. Там еще и ФАМАС. Да, Дефьюски присутствуют. Но только три флешки. Без смоков, без чего-либо. Ты никого не выгонишь, не зайдешь просто так. И три флешки могут не ослепить никого, кроме твоих тиммейтов. Поэтому выбор сейва, мне кажется, более чем логичен. Можно пощелкать людей и... Колди упадет? Нет. О, вот это вот да. Вот это вот да. Джиар промахивается, к сожалению. Вынужден ретироваться своей позиции вместе с твоим тиммейтом. Ну и три девайса засейвят. Все, в принципе, неплохо. Все, в принципе, хорошо у этих ребят. И сейчас счет 14-11. Да, на ретейк было сложно идти с двумя снайперскими девайсами. Очень сложно. С девайсовой позиции так и не отработал. Но ждал до конца. Молодец. Сделал минус и там же и остался. Если бы все-таки был ретейк, то, я думаю, были бы очень... Мне кажется, изначально это была неправильно выбранная позиция у... Там окно вообще отдали. Худжи просто ушел с бэк-планта. Да, он пытался вроде как уйти, смотрел и на зигзаг, и смотрел так же в направлении. То есть метался, куда смотреть. И когда прилетела первая флешка, и стал игрок вражек команды на машину, все, там уже вафли, там уже никуда нельзя было уйти. И так получилось, что он просто не понял, как ему действовать. Он был единственным напорником, ему нужно было просто определиться, где сидеть. Может быть, в планте, может быть, в китчине, может быть, вообще на форесте. Или на машине, как это обычно бывает. Заныкаться и попытаться разыграть более, не знаю, хладнокровно, умно. Но вот, может быть, не повезло. Опять же, мы не знаем, почему так оставили только одного опорника, почему он начал метаться в выборе позиции. Но, по факту, один опорник не смог вытащить заход команды Team Spirit. И сейчас мы видим, что Vega, да, закупается, но денег там в случае проигрыша будет немного. Нахватит, может быть, на два девайса, на три. Если засейвят, тоже будет неплохо. Но это по-прежнему еще неизвестно. Может, Vega потащит пять подряд, возьмут все, что можно и нельзя, и выйдут в легенды. Ну, это ты как маханул. Конечно, Чоппер здесь пока у нас принимает Диму. Информация по нему имеется. Соспик также отлетает. И вот только Довко сейчас гранаты из САК-47 дает размены. 3 в 3 ситуация. 38 секунд остается у коллектива Team Spirit. JR будет принимать выход с ямы. Находится он на той самой сигарете. Ну, и прокидывает его, но пока... Безуспешно пока стоят. Вот JR сейчас уже Довко-то вырубает. Еще давал там следующий шот, но не попал. Краш пришел и прикрыл своего тиммейта. Колди все-таки по JR отработал. Ситуация 1 в 2. Колди, который 30 на 13 идет, устанавливает бомбу, что немаловажно для экономической составляющей коллектива Team Spirit. Ну, и попробует потащить этот раунд 1 в 2. С одной позиции пойдут Vega. А вот Молик бы положить либо на головы, либо, может быть, сейчас между боксами. Пока что не понимают игроки, как им распределиться. Идут по одному. И тут же просто обманывают Колди, потому что просто выходят с другой стороны. А Колди решил, что игроки защиты пойдут слева. Дефолта, но немножко не получилось. Нужно было вертеться. Изначально нельзя было никуда уйти, потому что на первой скоментовке он примерно понимал, где может находиться оба игрока вражеской команды. Все-таки вот где-то вот с большими проблемами, пыхтя и выкрикивая разные неприличные, несназурные слова, Vega берет себе 12-й. Да, на параллельной трансляции Greyhound выходит на 4 матч-поинта. Со счетом 15-11 они выигрывают коллектив Виталити на карте Дэнюк. И вот так никто не ожидал, наверное, что Виталити может отлететь 0-2. Пчел загонят в соты? Вулий. Вулий? Да. То есть Greyhound это пасечники? Ну я не знаю, кто они, но пока они выигрывают, у них все замечательно. У Team Spirit не все так гладко проходят в этом матче, есть у них некоторые проблемы, и сейчас вынуждены брать паузу, чтобы посовещаться, понять, что делать, и вообще немножечко проанализировать свою игру, что лучше получается у них, куда лучше получается заходить, на какую позицию, и все-таки выбрать ту самую верную для себя стратегию, которая им принесет 15-й победный раунд. Пока только лишь пауза, пока только лишь совещаются, и пока думают, что вообще делать, закупаться, какие девайсы брать, может быть, какой-нибудь снайперский девайс взять, так скажем, без брони, но нет, тут все-таки его нет, тут есть Юм, тут есть Галилы, три АК-47-ых, и это 27-й раунд на ваших экранах, и посмотрим, что он принесет. Но пока что приносит немного боли Чопперу, Смолотова получил на четверть хп ровно, ну и Бай, Тим Спирит, не самый, наверное, уверенный, Юмпик, Галил, Чоппер стоит, провинился, видимо, перед командой за что-то, и пошли движения, Дима, как же Чоппер вовремя открывается, Мдаянк наказывает Тони Блэка, это размена в пользу команды Вегас Квадрон, идет дальше Смолпик, попадает по голове Чоппера, информация была по игроку защиты, ну и теперь можно идти пробовать дальше, и, честно говоря, если Молотов сейчас залетит на дальпон, и оттуда не выйдет игрок снайперской винтовкой, то у Тим Спирит есть шансы поставить бомбу, но опять же, они более-менее расшевелили оборону, и не выходят дальше никуда, ждут какие-то действия, возможно, от Сотвика, что он подловит перетяжку, и выведет всю эту ситуацию в большинство, как минимум, флешка прилетает, не открываются ни одни, ни вторые, хотя я понимаю, что времени 52 секунды, еще на таймере, в наличии у защиты водной перестелки отхудже, забирает второго, и поставится последний, давкост, можно попробовать поставить бомбу, нужно фейковать, он не фейкует, он идет на мужика, и это, возможно, пройдет в этом раунде, 13-й для Веги Складрон, потому что давкост просто ставил бомбу, но это плюс деньги хотя бы. В такой ситуации это хоть что-то, поскольку ситуация один в два, да, если не уверен в себе, то хотя бы поставь бомбу, и там уже ничего не делай и остального, просто уже там побежали и решили не ждать того самого. Будет фейк, не будет фейка, просто пошли и просто убили. Ну вот, интересно, набирают у нас тут ребят какие-то из коллектива Вега Складрон, и все сейчас может сравняться, поскольку с экономической составляющей проблемы, и скорее всего будут отдавать 14-й раунд драконы. Во-первых, пауза у нас от Веги. Первая. А, это от Веги пауза. Да, это последняя. Или подожди. Да, контртеррористы берут паузу, и четвертая из четырех, больше пауз у них не будет, но в таком матче, наверное, они больше и не нужны. Тут сейчас либо... А теперь-то вообще брали паузу? Да. Вот они до этого в раунде брали паузу, они разговаривали, совещались по этому поводу, а Вега до этого брала очень много пауз, поэтому у них, соответственно, последняя. Уже не смеется сам Дайянг, уже не так смешно, как это было до этого на первой половине, уже есть некоторые проблемы, и просто не понимают, что же... Ты хихикался? Ну, может быть и так, да, но, опять же, тут все сейчас будет происходить на тоненького, понимают, тут нужно обязательно выходить сейчас на 15-й, вот такая ситуация по закупу, может быть, сейчас будет быстрый под Б раунд, поскольку у нас там только П-250 и два тека и ЦЗ, Худжи откидывает у нас Молик, Дима уже, кстати, прошел. Худжи на приемке под Б пока один, но там уже в китчен зашел у нас Джиар и готов встречать Худжи минус Дима, проблемы при заходе у Тимс Переда. Да, теряет уже второго, погибает также сам Дайянг, и Сотфик вместе с Колд и вдвоем попытаются этот раунд хотя бы как-то перевести в более-менее спокойную атмосферу, но не получается, Худжи добивает троих в этом раунде и счет 14-14. Вот так заруба. Оказалось, все как-то идет очень-очень хорошо для коллектива Тим Спирит, но Вега воспряла духом и показывает нам хороший и грамотный контр-страйк. Так что тут, конечно, ничего абсолютно не ясно. Виталити Грейхаунд 13-15 Виталити не хотят уступать. Все-таки добирают там еще два раунда, но до допов пока далеко и пока еще их нет. Так же, как в принципе и в этом матче есть закуп. Давко сберет снайперскую винтовку, 4 АК 47-ых. Веги все хорошо с экономикой. Уже до конца они будут закупаться, СДУАЙ делает минус. Вот такой вот заход под Б-плент. Почему нет? А тут больше никого нет. Ну, как обычно, Худжи, если тут и есть, то он только один. Он дает информацию, туда может смещаться тот самый снайперский девайс или чоппер, например, как сейчас, 3-3. А на АПЛЕНТ тем временем выходит команда Team Spirit и это абсолютно пустой АПЛЕНТ, потому что забайтились вега-сквадрон на базу Б, но пойдет действительно до конца, потому что, как ты уже говорил, денег довольно много и нужно пытаться все это дело перевести на 15 для себя, оставить... Да погоди, тут может сейчас и заберут. Нет, я говорю, что вега должны идти, могут перевести на 15 для себя, именно вега-сквадрон. У Team Spirit только одна флешка, нет армора у Довкоста и что с этим поделать пока непонятно. То есть на стрельбой это ясен-красен, что так и будут идти. Тут Смоук залетает на бомбу, можно пытаться выходить хотя бы как-нибудь, Смоук также на яму, полетела флешка, под флешкой открывается колд и забирает Чопера, размен от Краша, времени все меньше и меньше, нужно жить в Крашу и забирать оппонентов и последним остается... А уже не важно, потому что его добивает и Довкост погибает, оставляя команду в нулевом состоянии. 15 для Vega Squadron отлично Краш снова отыгрывает в ситуации, которая критично важна была для команды Vega Squadron. Один матч-поинт. Вот тогда... Вот это... Ничего себе, ребята! Вот тогда, ребята! И вот они, те самые акулы, про которых мы говорили. Что могут они еще показать свою скал, показать свои зубы, которых у акул, кстати говоря, огромное количество и они все острые. Так что тут вообще ничего не понятно у террористов еще имеется один тайм-аут. Без этого, который они взяли, закупаются на все деньги. Другого варианта нет и проблемы. Конечно, проблемы. Сейчас нужно сводить на допы. Параллельная трансляция тоже счет 15-14. Я вообще не понимаю, что происходит. Кстати говоря, что там, что тут, ну, мягко говоря, аутсайдеры выигрывают. То есть, ну, не ставили в основном на Вегу, в основном ставили на Team Spirit в этом матче, в том матче, конечно, ставили на Виталит. Сейчас Greyhound лидирует 15-14, здесь лидирует Вега 15-14. Просто что-то невероятное на этом мейджоре происходит, но что имеем, то и имеем. Побеждает сильнейший. Хотя бы не первый круг матча, где было 16-8, 16-10. Ты так и смотришь, ну, сейчас, да, перейдут на стороны защиты и просто начнут убивать людей по всем параметрам. Ну, что, возможно, последний раунд на этой карте между Вегас Квадро и Team Spirit. Краш и Худжи оформляют по минусу, это уже 3-5. Ну, а тем временем, вроде как, фейк удался, и на одного ничь Тони Блэка выходят игроки атаки. Тони Блэк демонстрирует хорошую трибу по колде. Погибает также сам Дайанг и остается в живых. Последний Довкост забирает его Чепперш на 14 команда Вегас Квадро. Он выигрывает на карте Демираж, ну, отыгрывая неплохое количество по раундам, потому что сейчас какой-то момент был 13-7 или 13-8, если не ошибаюсь, и после чего не смогли Team Spirit надраконить себе раундов еще на атаке хотя бы два, чтобы выйти на вертаймы. Получается так. Вот так тебе Team Spirit против коллектива Вегас Квадрон. А кто мог подумать, что именно вот так Вегас Квадрон начнет тащить за счет действий трех игроков, хотя, как мы видели, у Спиритов тащили только сам Дайанг и Колди, которые на протяжении всей карты являлись фаворитами по фрагам и по факту двоих не хватило. А ты вспомнишь раунды, которых не хватило? Вот эти два раунда, помнишь? Где Джиар, там где оставался один на один. Перед нулевым случаем наша студия аналитики обо всем разберется. Это должно было когда-то произойти и случилось в первый же день. Наш чат Твича был прав по отношению к нашим аналитикам, которые предсказывали, что Спириты смогут все-таки это забрать. Но согласитесь, игра была супер близкой. Здесь нельзя сказать, что один коллектив полностью обыграл другого и вообще что-либо возможно было предсказать. Все решалось буквально в одном, в двух раундах. А какие это были раунды, как раз расскажут нам парни, которые нам сказали, что Спирит победят. На самом деле все шло именно к этому, что Спирит победят. Начнем со счета 3-0, когда все хорошо было у Веги Сквадрон после первого пистолетного раунда, первого оружейного. Один АУК, две ТЗшки, Дигл, по-моему, был у команды Team Spirit, даже, по-моему, это вот этот раунд. Вот этот раунд, когда Сонфик очень круто с Жангла отыграл и сам Дайянг очень долго так охалдился на тикетбоксе и выждал ту самую нужную паузу. После чего случился Комбатск. Комбатск, после которого Веги Сквадрон пришлось, на самом деле, очень тяжело возвращаться. Да, опять же, мы там видели счеты 11-7 или даже 12-7 что-то в этом роде было. Но, опять же, выходы потом от команды Веги Сквадрон под Б, под А прям все круто было. Не знаю, Спириты, как по мне, немного потеряли нить игры после как раз 12-7 счет был. И там уже прям поплыли. Не знаю, с чем это связано, только ощущение, что концентрации не хватило до остатка этого матча. Перегорели, конечно, чуть-чуть. Им вообще самой дэшечки не хватило. И знаешь, кто в этот момент очень хорошо кого не хватает? Вот есть такой игрок Симпл. И он, если команду наи вообще ничего не идет, они проигрывают раунд за раундом, хотя должны выигрывать, и всегда не хватает. Симпл такой включает режим немного крысы. Он начинает специально оставаться последним, лишь бы выиграть уже раунд, называют, с любыми средствами. Продает там тиммейтов, и все все подряд, и все, что хочешь. Причем, это делается во благо, то есть это не как-то... Но раунд он выигрывает в итоге-то. И вот не хватило здесь, чтобы был тот человек, который взял бы этот один раунд, и все, и дальше игра пошла бы. Конечно, пару раундов, вот я не знаю, там, Чоппер остался, три секунды оставалось, он не ставил бомбу. Сотфик вышел на него. Сотфик вышел, да, может, инфа была. Опять же, наверное, знаешь, вот это вот постоянно в TeamSpeak'е, а, да ставят, а, да не ставят, и вот кто-то мог ввести, на самом деле, вот в заблуждение, да, вот этими выкриками и так далее. То есть, как правило, игроки, которые спят один в один, там полная тишина в TeamSpeak'е, в Дискорде, неважно где там, и тебе никто ничего не мешает. Но опять же, Сотфик принял такое решение, ну и, возможно, там по Чопперу была информация, там смог как раз-таки ревилился уже, и Сотфик мог, опять же, и выиграть в этой ситуации, но не услышал, возможно, последний момент, что бомба, ну, отпустил, не была установлена, грубо говоря. Ну, а там времени еще, время было у Чоппера, там больше трех с половиной секунд. Нет, времени уже не было. Подожди, там 3-4 нужно на установку бомбы. Он только взял бомбу, и он стоял на месте, где не устанавливать ее. То есть, он пока добежал бы, чтобы установить, секунду-полторы, где ушло. Ну, в общем, он 100% проиграл раунд. Ну, вообще никак не выиграть. А, ну, тогда уже да. Ноль шансов. Я просто думал, я почему-то подумал, что он прямо все, на месте установки бомбы, где можно поставить. А там, я помню, что время было как раз-таки больше трех с половиной секунд. Ну, он подобрал бомбу в пять секунд, когда бежал уже все. Пока свичнул, да, эту бомбу достал. он не успевал, но... Я сказал, что коллективы, ну, 100% 50 на 50 будет, поэтому я не мог реально проскать. И вот очень сложно было в этом, в этом такой встрече, где играли две команды, очень равные, счет получился равный 16-14. И классно они сыграли. Моменты были, и Чопера там смог, сбрил, я считаю, это вак вообще должен был быть. Ну, все классно было, и радует, что одна СНГ команда проходит, да, и к сожалению... Все равно должно было. И к сожалению 0-2. Да, 0-2 на этом спирит. Это очень обидное начало, особенно если взять то, что за, получается, один день всего лишь заработал эти 0-2, да, у тебя завтра, вот, решающий день по факту, если там, ну, если не послезавтра. В любом случае, за один день все может решиться. Напомню, что для коллектива, который играет 0-2, всего лишь один шанс на ошибку выдается. Правда, играть он тоже будет против коллектива, которая тоже 0-2, что означает, что это еще более слабая сетка по лойке вещей, но Best of 1, кто знает. Не очень-то и слабая. Там сейчас повезло, что Greyhound ввели 15-14 у Виталии, и уже допы. 15-9 они ввели, или 15-1. Не, 15-11 точно они ввели. Ну, и вот до допов дотащили, так что... А 13-2 закончили первую половину вообще. Да, камбэк жесткий. Поздравляем их с этим. Ну что ж, друзья, отправляемся на маленькую паузу, будем ожидать и в ангар против Fury. Субтитры создавал DimaTorzok